Доброго дня! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. О чем я вам хотела сегодня рассказать? Об, наверное, очень важной для каждого из нас теме. О том, как быть спокойными, счастливыми, в хорошем настроении. И чем нам в этом могут помочь травы. И целебные травы, и простые травы, которые растут у нас под ногами. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Зачем мы едем на дачу? Чаще всего для того, чтобы цветущая природа, поющие птички, свежий воздух, посильная работа на свежем воздухе, которая помогает выработке эндорфинов в нашем организме, гормонов счастья, приводит нас в достаточно хорошее настроение, в тонус. Но мы возвращаемся в город после выходных на дачу. И там опять-таки прессинг, шум, гам, гонка. Что-то мы успеваем, а что-то мы не успеваем. Мы огорчаемся, устаем, расстраиваемся. И весь эффект дачи сходит на нет. Как взять с собой в город кусочек счастья? В виде чаев, в виде каких-то других целебных снадобий. Как поддерживать свое настроение? Если нужно уснуть, успокоиться. Если нужно взбодриться и приобрести хорошее настроение, то взбодриться. При помощи трав, при помощи природных средств. Думать о том, что для того, чтобы добиться эффекта, нам нужен какой-то оленький цветочек, какое-то мощное средство. Нет. Травы воздействуют очень хорошо на организм человека. Но при этом очень желательно, чтобы травы принимались регулярно. Чтобы травы принимались в определенных курсовых дозировках. Не передозировать, не забывать. И тогда они окажут действительно волшебный эффект. Какие именно травы могут сделать нас здоровыми и счастливыми? В зависимости от того, в чем именно наше счастье. Если кому-то сложно снять стресс. Если кому-то сложно уснуть. Мы используем расслабляющие, успокаивающие травы. Самые простые. Ромашка, иван-чай, мята, мелисса, марин корень, пион уклоняющийся, душица, хмель. Синюха голубая, но это редкое такое растение. Я не думаю, что кто-то его часто будет принимать. Все эти травы помогают нам снять напряжение. Все эти травы помогают видеть чаев. Подготовиться ко сну, а то и уснуть. Если мы не можем успокоиться, расслабиться в силу того, что у нас высокое давление, гипертония, или опять-таки на работе набрали стрессов, что мы можем делать? Мы можем заваривать травки гипертензивные. Это опять-таки те же мята с мелиссы, это таволга моя любимая. Причем как листочки, так и цветочки. Это боярышник, это валерьяна, это пустырник. Часто они сейчас продаются и в каких-то скомпонованных уже видах. Или это порошки трав в капсулках, или это таблеточки, прессованные из травы, или это настойки, или это нативные травы, которые можно вырастить у себя на аптекарском огороде, собирать и принимать для того, чтобы снять давление, снять напряжение, расслабиться, успокоиться и порадоваться. Что интересно, эти травы действуют не только в виде чая. Мы можем их использовать также и для принятия, например, ванн. Завариваем 2-3 горсти трав, всех вышеперечисленных. Причем мы можем их брать как все, так и 3-4 травы из тех, что у нас есть. 2-3 горсти мы завариваем на 3 литра воды. Заливаем горячей водой, даем настояться часик-другой, процеживаем, выливаем в ванну и принимаем в ванну при температуре 37-39 градусов 15-20 минут. После чего встаем, можно даже не вытирать эти травки, дать им впитаться в кожу, успокоить нас, расслабить. И мы успокаиваемся, расслабляемся, после чего через полчасика вполне можно ложиться спать. Если у нас трав нету и заваривать нечего, мы можем просто взять в аптеке пузырьки с настойками. Сейчас есть такие смешанные сердечные капли, называются там, или трикордин. Туда входит пустырник, валерьяно-боярышник. Два-три таких флакончика выливаем в ванну и принимаем, как я уже говорила, в ванну 37-39 градусов 15-20 минут за полчаса до сна. И таким образом успокаиваемся. Если даже этого у нас нету, что мы можем использовать для принятия успокаивающих ванн и для поднятия настроения? Мы можем взять соль, обычную или морскую, полкилограмма на ванну, и мы можем взять веточки сосны или любого другого хвойного растения. Также мелко нарезать, заварить, процедить и принять вот такую успокаивающую ванну. К вечеру у нас будет отличное настроение, мы будем в тонусе, и у нас будет спокойный, надежный сон. Утром мы встаем без отеков на лице, утром мы встаем со свеженькой, ясной головой, слушаем птичек, смотрим на солнышко, идем работать и делать свою жизнь такой, какой мы ее хотим видеть. Это для тех, у кого слишком много блоков психоэнергетических, физических, высокое давление, стрессы. А что делать тем, у кого сил нету? Давление сниженное, вставать с кровати не хочется, а если уже встал с кровати и не успел встать, уже устамше. Могут ли тут помочь травы? Да, вполне даже могут. Гипотоникам, людям уставшим, после болезни мы рекомендуем тоники, природные растительные тоники. Причем тут можно говорить как о таких каких-то достаточно редких травах, например, таких как сагандайля, или там лимонник, оралия, радиола розовая. Так и о травах, которые растут всюду. Очень у многих в Белоруссии, я видела даже в Минске, в полисадниках, растет такая великолепная трава, как левзея сафлоровидная. Мало кто знает, что это растение, которое очень быстро само распространяется, практически как сорняк, является великолепным адаптогеном, и второе название ее морали – корень. Ее листочки вполне можно собирать и заваривать вместо зеленого чая. Это очень легкий, мягкий тоник, поднимает давление, поднимает настроение. С утра дает возможность работать, что-то на работе мозгами, физически работать. И мы не знаем, что это растение у нас растет всюду. Чаще всего используется его корень. Само название морали и корень говорит о том, что моралы олени собирают его, выкапывают, грызут весной, и потом идут биться за своих прекрасных пушистых дам и давать им достаточно здоровое потомство. За счет вот этих тонизирующих, адаптирующих, иммуномодулирующих свойств, которые содержатся в этом растении. Это растение, кстати, может победить и мужское бессилие, может улучшать кровоснабжение, иммунитет, и какие-то половые функции у мужчин и у женщин. Но, что самое важное, что оно растет всюду. И мы можем применять его по-разному. Корень дает жесткий тоник, тонизирующий эффект, а листочки дают мягкий эффект. А еще есть такое великолепное растение, как чертополох. Мы можем путать чертополох с расторопшей, с той же, да, с чертополохом натуральным. Но я в данный момент говорю о таком растении, как татарник колючий. Это один из множества видов чертополохов. Вот его цветочки, цветущие корзиночки, можно собирать для того, чтобы заваривать, как чай, поднимающий настроение, поднимающий давление, и бодрящий нас тоже мягко, очень мягко на целый день. Это не кофе, которое будет дергать давление. Это растение, которое помимо тонизирующего эффекта, окажет еще какое-то очищающее, какой-то еще оздоравливающий эффект. Еще я очень люблю, у меня на аптечном огороде моем растет, такое растение, как радиола розовая, золотой корень. Это очень хороший женский тоник. Можно собирать как его веточки, листочки, так и выкапывать его клубни, корешочки весной, делать настойку или заваривать. И также очень неплохо тонизирует, придает нам бодрое, хорошее, веселое настроение. И мы готовы целый день, даже после какой-то весенней усталости, работать на любимой даче или же в городе идти на работу. Если же трав у нас нет, то сейчас в мае как раз такой великолепный период, когда мы можем адаптирующим, адаптогенным лакомством запастись на весь год. Скоро начнет свисти сосна, и у нее появятся маленькие, кругленькие, зелененькие шишечки. Если мы соберем эти шишечки до того, как они вырастут 2-2,5 см в длину и сварим из них великолепное варенье, то мы будем иметь лакомство, которое обладает очень мягким, тонизирующим, просветляющим мозги средством. Великолепно деткам перед экзаменами или взрослым, опять-таки, перед тем, как идти на работу. Что мы делаем? Собираем шишки, промываем, пересыпаем сахаром в соотношении один к одному, добавляем водички до зеркала, чтобы только поверх шишек стояло, и варим 2,5-3 часа. Некоторые сливают сироп с шишек. Я люблю вместе с шишками это варенье в баночки складывать. Варим достаточно долго. Сахара кладем достаточно много, как минимум один к одному. И после того, как эта варенье остынет, разливаем по банкам, закрываем и храним в холодильнике. Принимать по одной-две ложечки утром натощак, и хорошее настроение вам гарантировано на весь день. Вот такие снадобья растительные для хорошего настроения, как успокаивающие, так и бодрящие, можно взять у природы совершенно бесплатно. И знания об этом мы даем вам на канале Процветок и в нашей фитошколе Дивея. Приходите к нам, и вы будете здоровыми и счастливыми.